Звездный забит до отказа, и это при том, что хоккейный сезон еще не начался. Ажиотаж присущ самым значимым играм. Все объясняет вывеска матча. Липецк, Буран, и этим все сказано. О принципиальности противостояния не стоит объяснять и хоккеистам, а то, что матч товарищеский, уже второстепенно. Липецк начал активно, тон задавали новички. Молодые хоккеисты Денис Менгалеев и Владислав Воробьев вдвоем поставили в ступор оборону воронежцев. Быстрая перепасовка, хорошее открывание, и Воробьев открывает счет на пятой минуте матча. Получилось красиво и, главное, эффективно. Видно, что игровые связи налаживаются, но до полного взаимопонимания, по словам главного тренера, еще далеко. Летний хоккей еще, много неточностей, где-то сумбур. Но, скажем так, видно, что мы по сравнению с прошлым игром сделали определенные выводы, и команда прибавляет. Мы прибавляем в организации, в позиционной игре. Это отрадно. А вот что в этом матче не получалось, так это реализация численного большинства. Причем как у Липчан, так и у Оронежцев. Зато вратарей обеих команд проявили себя во всей красе. Ворота Липчан в этом матче защищал Юрий Петров. Основной голкипер Липецка в полной мере ощутил на себе принципиальность этого матча. Я играл против Бурана за команду Липецка впервые, поэтому я осознавал это дерби, и чувствовалось очень серьезное напряжение. Судя по тому, что болельщики пришли, очень хорошо поддерживали нас, спасибо им большое даже на товарищей встрече. И все-таки больше работать приходилось его визавей. Во многом благодаря стараниям Дениса Черепанова, Липецк еще в первом периоде не довел счет до разгромного. Второй период мало изменил картину игры. Липецк наседал на ворота соперника, Буран отбивался как мог. Только счет оставался прежним. Воротаи стояли стеной, и дать игровую практику запасным голкиперам ни тот, ни другой тренер так и не решился. Мы планировали, конечно, дать возможность поиграть и Алексею, но игра сложилась так, что игру играл первый воротарь. Но он на турнире свое еще возьмет. В общем-то, в той же манере команды начали и третий отрезок матча. Но вот этот эпизод восстановил паритет. Липецк в большинстве Владислав Егин бросает мимо. А уже через мгновение нападающий Буран Алексей Князьев мчится к воротам Петрова. Через всю площадку. Выход три в одного, но решает бросить сам. И попадает. 1-1. Есть чему порадоваться воронежским болельщикам. Их на этом матче тоже было немало. Концовка периода заставила изрядно понервничать хоккеистов Липецка. Буран выдал неплохой отрезок, и уже, казалось, завершил его забитой шайвой. Но в очередной раз на высоте оказался Юрий Петров. Не решил исход игры и овертайм, а значит, судьбу встречи должна была определить серия буллитов. Точнее в ней оказались хоккеисты Липецка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok